название легендарного московского театра на таганке прозвучит в этом интервью не раз и не раз будут упомянуты имена владимира высоцкого валерия золотухина юрия любимого мы вспомним название знаменитых спектаклей и фильмов потому что сегодня с нами беседует актер театра и кино театральный режиссер и педагог лауреат нескольких фестивалей памяти высоцкого и еврейских театральных фестивалей блуждающие звезды обладатель международных премий и почетные деятели искусств города москвы игорь григорьевич пихович игорь григорьевич пихович родился 7 июля 1958 года в горловке донецкой области актер театра и кино театральный режиссер педагог закончил горловский автодорожный институт в 1980 году щукинское театральное училище режиссерские и актерские факультеты московскую академию кантерского искусства в 2001 году с 1993 года работает в театре на таганке в 2001-2010 годах режиссер педагог театра студии при московском гуманитарном университете педагог актерского мастерства и режиссуры в московском государственном институте культуры в 2012 году в рамках творческой мастерской при театре на таганке создал лабораторию системы грановского в 2016 году лаборатория преобразована в московский театр грановского у нас гостях целый коэн это вы не первых коэн кто сидит в этом кресле но нам крайне приятно тем более эти недельные главы как раз вот создание мешка нас построением храма дикоином служителям храма отводятся особые особые места а вы чувствуете себя на емко на емкий пор делаем делаете буду дает и это режиссер театра это самый один из самых известных актеров и артистов театра на таганке но и вообще но как он сказать я же коэном родился что главнее а какие накладывает отпечатки и сложности в хорошем смысле вот в обычной жизни а вот коинская обязанность скажем так понятно я же не сразу понял что я ко что такое коин это же все было не сразу друзья я родился я вырос советской стране я знал что и евреи но только потом я понял что я не знал что такое еврей но евреи еврей а что это такое я не знал потому что в советские годы мы были оторваны от тор и а и только постепенно постепенно это началось перестройку это началось с того что я стал искать интересные еврейский литературный материал вот когда я прочел дали к казани и погроме со мной стало что то что то происходить поскольку я уже был актер я искал сценический материал понимаете я выискал много лет чтобы выразить то что я что у меня там бурлила в душе и это произошло прошло не сразу но произошло мой первый спектакль и произошел на таганке назывался но лучше мне говорить вот это был спектакль вопрос что такое еврей никто такой еврей а что такое еврей а на этот вопрос величайшие еврейские мудрецы не могли ответить понимаете это же особый взгляд на мир да это не просто национальность это особое отношение к миру и особое отношение с богом вечное отношение но я это ведь понял не сразу мне было уже за 30 когда стал что-то что-то понимать ощущать понимаете а до этого было но были еврейские песни на и дыш был еврейский дом папа и мама которые говорили на и дыш никаких молитв они никогда не произносили то что папа коин я узнал уже более 30 как раз мой вопрос как вы узнали это отец вам мама скнет отец вообще мне ничего не рассказывал мама сказала что что отец у отца отец отца был очень религиозный человек очень религиозно и назвали его меня честь него его за лесок у меня назвали игорь понятно почему был 58 год попробую назови сак начнется но сейчас я ицхак я вернулся для этой как вы понимаете дед умер за две недели до моего рождения и я подозреваю что дух его потом селился в меня потому что не папа папа ну как бы на и дыш пел допел на не более того понимаете да очень веселый был человек но чтоб какие-то разговоры там понятно штору не учил нет это уже было советское время это уже было время когда и и шива все были запрещены значит мама мне ни одной молитвы не рассказал но и даже не знали прекрасно и много чего помнили знать праздники отмечали без свечей без молитв просто мама в этих пекла на 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 пейсах нам из одессы дядя присылал мацу вот собственно все что я знал этим ограничивалась а теперь то я понимаю что это целый мир и что до конца своих дней я не пойму я не пойму что это да мама ска мама сказала что он соблюдающий еврея а папа был нет никакой не соблюдающий оттуда коинство коинство что ваш дедушка был дедушка дошло и когда вы это узнали как мама сказала мама сказала он был не просто соблюдающим коин был а что такое конга это говорит у нас говорит три касты сказала мама коины левиты и сраэлиты а дальше она шутила говорит пошел коин имел право жениться только на дочери коина а мама была простая сраэлитка и папа как бы нарушил это дело женился на просто израэлитки но тот момент наверное тоже большого значения не имела понимаете вот она мне эту историю семейно рассказал а кто такие левиты это она мне уже не рассказал я потом уже понял кто такие левиты фактически это были первые канты которые пели наступение храма но это произошло уже потом когда приехал в москву я купил библию первое что я сделал я нашел библию давайте давайте тогда чуть назад давайте назад а вы родились горло в горловке донецкой области а и поступили там же в институт в институт автодорожная то есть это огромное место это место притяжения силы горловка если там были институты в советское время что значит институт нет подожди коров я вам сейчас объясню это угольный район который как раз в голодуху когда был голодомор на украине как раз угольный район советское правительство решило разрабатывать потому что уголь это хлеб промышленности и туда стали стекаться по призыву по призыву коммунистов стали стекаться стал стекаться народ со всего советского союза вот почему горловка это интернациональный город значит почему шахтах разрабатывать разрабатывать шахты и началось строй значит интенсивное обустройство рудников там были рудники они были плохо обустроены там было нарушение техники безопасности вот за ним взялись значит потому что донецкий бассейн так называемый он вообще охватывает 4 области ростовская донецка луганская и днепропетровская это огромная угольная жила а горловка было значит там было как бы много много рудников их стали разрабатывать и в донецке так было и в макеевке так было по всему донбассу понимаете и туда был приток и мы и семья моего отца туда сбежал от голодомора из балта одесского мама тоже родом из балта одесской области но они не уехали они пережили голодомор семья мамы пережила голодомор а семья отца сбежал кроме того там начались аресты раввинов религиозных игреев и семья отца уехала донбасс а на донбассе денег не платили но давали пайки пайки давали можно было выжить вот так они там укрыли горловка что вы это собственно говоря в горловке я я и получил основные азы актерского мастерства хотя там нет никакого театрального вуза там театрами профессионально автодорожный понятно почему там другого образования не было там но есть рядом донецк можно было да нет но дело в том что у меня папа всю жизнь проработал на автотранспорт я решил пойти по его стопу папа обожал свою автобазу обожал а вы проучились там 5 лет проучился 5 а потом работали на автобазе естественно нет потом я ушел в армию потом я работал на 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 авто транспортном предприятии инженером потом мне надоело я пошел рабочим работать простым на конвейере собирался руками грузовые автомобили на втором заводе прямо рядом с моим домом потом мне это надоело я пошел работать контролером атыка я перепробовал все все думал что параллельно я занимался в народе театр очень хорошим одним из лучших на украине которым руководил валерий семенович туфанов царствами а до этого я занимался в очень хорошем кукольном театре взрослым я занимался всем я много лет занимался эстрадой а в институте руководил студенческим тебя я занимался всеми видами же всеми жанрами вот и я не собирался быть не актером не режиссером абсолютно я считал что это просто хобби а как хобби как хобби переросло потому что в народном театре юность я сыграл гамлета старика акимова власти тьмы отца в шести персонажи пиранделла присыпкина в клопе маяковского и еще кучу кучу всяких пьес розовых розового арбузова у меня накопился огромной актерской материал и меня уже знали в профессиональных театрах макеевки в тюзи донецка драмтеатры в кукольный театр меня приглашали кукольный театр я был еще восьмиклассник но я как восьмом классе уж точно мне хотелось бы кукольника это произошло потом это произошло не сразу и когда я попробовал поступить киевский театральный не был 21 год я еще учился автодорожным не профессор такой николай николаевич русковский знаменитый актер театровой все украинки профессор сказал мне игорь вы человек испорчены сцены вам не нужно никуда поступать вас никто не возьмет вы уже актер вам надо в театр уже профессиональный я снова заниматься это произошло не сразу меня никуда не брали а все театры которые были рядом вокруг горловки я не могу их озвучки работал донецк макеевка таганрог запорожье луганск потом приезжие театры там приезжал там из тамбова приезжал театр ленинграда приезжал теряп чем показывался я стучался к главному режиссеру возьмите меня вот приехал города ставрополя и какой был результат рядом город из города но результат был они не брали меня они говорили мне много хороших слов на него не брали а когда из ставрополя приехал замечательный театр а как это как это произошло вот это происходит очень просто я прихожу в театр донецкую драму где гастролирует тот или иной театр с антропризы игорь почему на гастроли приезжает привозит весь репертуар театр из ставрополя из тамбова из ленинграда я прихожу прихожу на проходную и говорю мне нужен главный режиссер ставропольской драмы а он его сейчас нет он сейчас придет а как его зовут и он же будет бориса санчева хорошо хоть борис и санчев высокий такой бородка подвижные смешно вы борис на все здравствуйте меня зовут пихович или вам нужен актер что вы закончили я ничего не закончил я в горловке занимаюсь много лет народным театр а вы пойдете работать на 100 рублей сказал мне брис и санчева конечно кем вы работаю слесарем сколько вы получаете 200 это было интересно вообще это было очень интересно то есть он промахнул вопрос об образовании и это по телу он спаситель на это варим это попало он в этот момент набирал молодежь я в этот в эту струю попал он набрал тот год 7 молодых актеров потому что когда он пришел в театр молодежи не хватало я попал в эту струю а я пластичный а я поющий много чернее а я ему показывал шута из короля лирок шут из короля лир это была моя коронка это моя несыгранная роль до сих пор хотя я сыграл короля и но шута так и не сыграл а это моя несыгранная роль и это была моя коронка одновременно меня принимают в ставропольскую мускомедию это было очень интересно какая-то мистика потому что показавшись в ставропольскую драму он не сказал ждите телеграмму я в этот момент поехал отдыхать в пятигорск в пятигорске ставропольская мускомедия называется я и туда пришел я думаю пока ними а может меня не возьмут и туда пришел спел и показал что то там был такой шестаков он посмотрел на меня говорит я вас беру одновременно я пел я пел а особенно это по донецкой драме у любви как у пташки крылья ее нельзя никак поймать весь худсовет лег и весь худсовет сказал мы берем его директор это было в донецкой драме ну бывает так так бывает это в пятигорске нет это я в донецк перескочил немножко а в пятигорске взяли и в ставропольской драме взяли а я получаю два вызова подождите а в пятигорске то что они там делали это музыкальная драма совсем другой а там тоже 100 рублей а там сколько 100 рублей конечно а что круче было это или конечно круче был нет драма конечно я все-таки драматический актер я все-таки со словами работаю опять но я я готов был и в если он меня взял так я пожалуйста я и плясать могу я и петь могу почему нет так а вас значит они ведь мы берем вас и те вы там на отдыхе и это когда я приехал с отдыха горловку я получаю два вызова поразительно поразительно именно ставрополь это поразительно это юг разговаривают там как как и на украине река шокают родное все ставрополь бывшая казачья станица прекрасные люди тихий город замечательные если бы не чехарда если бы гранатов не ушел борисович я бы там остался навсегда навсегда потому что что актеру надо актеру надо роли и жилье будем так говорить но в первую очередь роли и роли мне опасно паш пошли роли понятно массовки эпизоды и роли пошли все было нормально но пошла чехарда режиссера так бывает когда меняется режиссер шел другой режиссер я понял что я я уехал город нальчик нальчике была потрясающая команда а сколько времени прошло за момент того как а к ним в пятигорск могли я ему позвонил и сказал нет я уже так его я ему позвонил и сказал знаете меня приняли в ставропольскую драма скал о это вам повезло это это же это такая команда он очень за меня пораду а вы не хотели к нему верну нет я вам объясню почему я душа в нальчике был очень интересный театр о котором я знал и куда а нальчик от ставрополя 6 часов езды на автобусе и я туда неоднократно приезжал там был прекрасный режиссер тоже уже нет на свете валентин васильевич тепляков который воспитал свой собственный заочный курс в гитисе и знали из нальчика тоже был народный театр он из него сделал профессиональный театр в рома и джульетта три сестры на дне висательно играл алексей васильевич петренка и масса других всяких спея тут же я она получал массу работы я в общем там вот вдове пароход был такой там главную роль играл прекрасный спектакль то есть нормально все да все в порядке опять начинается чехар до режиссеров опять у нас и чужие от москву я подумал если такое дело ушла перестройка если из народных театров народный театр превращается профессиональный театр что эту делу поеду-ка я домой свой народный театр и попробую сделать профессионально почему потому что к тому времени таких как я выпускников народного театра юность работавших в профессиональных театр был уже 10 или 12 человек кто-то закончил вузы кого-то взяли как и меня без без образования потому что валяй семён штрафанов был он закончил ленинградский институт культуры он получил прекрасное образование вот он был мой главный учитель можно сказать и те роли которые играл мне театре юность я больше нигде не играл никогда знаете это моя альма матов вот и я приезжаю к 8 мяч давайте делать давайте делать театр и мы создаем а дом вы называли домом что горловку а ставрополь вам не стал за два года думал но ну как бы не совсем но замечательный коллектив они меня приняли просто как родного с одна семья но можно сказать так но жил я в гостинице это продолжало лет 10 буду продолжалось бы два года этом жил гости и не только я них не было жилья и потом когда приходит другой режиссер и ты ему не нужен ну что чего ждать знать лучших времен зачем зачем надо искать интересного режиссера а так было всегда что приходит новый человек и ему то нет ну ну вот гранатов пришел я помню никого не уволил а пришел другой человек и и 1 1 1 от чего это зависит это зависит от характера режиссера а вы не сталкивались никогда ситуации когда вам говорят нам нужно молодежку собираем молодых актеров наша труп молодая сейчас театр молодой сейчас кинематограф молодой и как бы вы нам не подходите по возрасту вы как не подхожу кого конкуренция огромная ну жизнь то не нет не жаловаться что жизнь то не состоит из там девочек в трусах 20-летних и молодых ребят с крашенными чубами например но в хорошем смысле мы всех любим тем более играют жизнь и жизни есть даже люди которые но вот но переходный возраст с этого света на тот хорошем смысле ну а как такое может быть что что молодежь нужна а люди старшего и преклонного возраста не значит это я не знаю это какие планы у режиссера который набирает я не знаю может быть у него просто денег нет платить так сказать пожилым актером пожилые актеры наверно не пойдут на какие-то маленькие деньги а молодежь и экономить на это экономить понятно может быть может быть он не планирует ничего связано с возрастным может планирует какие-то молодежные пьесы но что его за это это самое я я знаете иногда снимаю с рекламы иногда а последние два года я не снимаю с рекламы почему хотя у меня много предложений огромная конкуренция огромная конкуренция поэтому что я должен обижаться должен обижаться иногда мне пишут вы не подходите по возрасту я обижаюсь это же делается картинки там делается фильмы там или что по типажу это же у нас все время идет конкурсная основа у актеров это нормально вы знаете кто пробовал кого только не пробовал язанов фильм ирония судьбы кого он пробовал на роль лукашина знаете не знаете ну я я вы напомните я знаю эту историю напомню андрея миронов и не утвердил даже не знает что андрея миронов плохой актер правильно но но не попал а попал легко потрясающий фильм который вот на все времена фильм никто в этом не виноват потому что да понимаете а что с любительским театром стало в итоге в горловке с любительским театром тот момент когда я приехал мы решили что мы не будем трогать народ театре юность вот он какой есть такой есть а сделаем отдельный театр городской театр студию зеркало вот и была набрана новая труппа вот мы играли мы играли два года я пытался добиться бюджета я его не добился значит его семенович мы мы пытались это были сложные времена восемьдесят девятый год потому что шахты стали закрываться добывание угля стала дорогим и в общем городу было не до театра я два года прожив я понял что что наверно чушь это она что вы жили я я получал зарплату несколько человек там было несколько ставок мы выбили несколько станок я получал зарплату вот и нужен я в доме у папы с мамой но я уже был так сказать мне уже было 30 лет понимаете да я понимал что должна быть какая-то уже после двух профессиональных театров я понимал что это должно быть все таки я надеялся что полу ну не получилось не получилось одновременно с этим я поступал пытался поступить заочно в гитис на актерский факультет чтобы получить уже образование я поступал я не мог поступить я никто не брал вот не попадал и я опять таки понимал что ну но не не попадаешь к своему педагогу надо чтобы был свой педагог тогда значит дальше меня звонят друзья это был девяностый год ир петрович любимов вернуться за границу набирает курс режиссерско-актерский и одновременно в гитисы набирал курс гончаров гончаров это мастер который много лет руководил театр маяковского это ли как режиссер его его мастерская считалась одной из лучших я приезжаю из горловки естественно из горловки я сажусь на поезд через 16 часов я в москве я приезжаю я иду кончаров иду кирилю петровичу любимого и вот когда я подошел к театру таганки которые обожал и которые я уже хорошо знал который меня очень сильно притягивал как-то вот он меня мистически притягивал это что декорации на на сцене почти нет это что актер главный на сцене вот притягивала меня это и актеры потрясаю потрясающе потрясающе я к тому времени видел уже доставил весь репертуар таганки я пересмотрел и вот я подхожу к театру на таганке висит маленькое объявление значит происходит набор щукинское театральное училище актерский факультет режиссерский факультет набирает юрий петрович любимов набирает только москвичи и московскую область вот когда это увидел меня обуяла такая злость вы подумал я вот на зло вам всем поступать или петрович оказался очень демократичным человеком они без звонка без звонка просто пришли все какого звонка кому звонили там кому секретарю вам же звонили друзья это взяла какая-то обратная связь это друзья звание они как таганки никакого отношения может быть при вы увидели это объявление какую приемную он принимал в театре на таганке я пришел пешком увидели это объявление и зашли внутрь конечно я зашел с черного хода внутрь стоит царство небесное наш педагог санса кич сабинин которого тоже заочно знал потому что я его видел на сцене для меня все это были боги но в тот момент ну я ничего не боялся и говорю юрий петрович любимов набирает только москвичи да а почему а мы общежитие не даю я блин а у меня я стал врать а у меня есть жилье в москве да да ну тогда пробуйте очень было смешно гаире петрович есть будет нет его нет в стране он еще не приехал хорошо я вы когда просмотр просмотр тогда-то он не называет ту самую дату естественно я остаюсь москве потому что в тот момент в горловке в нашем театре зеркало уже ничего не игралось фактически облаком в творческом отпуске я никого никого не подводил что я в этом смысле человек очень ответственно я пришел я туда пошел я сюда ищу кинска училище зашел туда-сюда и вдруг я понял что никто ничего не знает почему все знает юрий петрович вот он приедет и все-все будет известно я думаю ладно я подготовлю ему а я тот момент работал над гамлетом несколько лет пытаясь его срежиссировать ними еще сколько образования вообще понятия о том что такое все книги были прочитаны и станиславский мир хольт вахтангов таиров что-то читала гротовском и михаиле чехове весь корпус искать книг был уже прочитан зачитан перечитан переписан но это все на бумаге я никогда не ставил спектакли а я хожу на актер да извините а где вы остались началась у друга моего брата мой брат учился в москве осталось в москве много сокурсников друзей он не дал свою комнату на бауманской я там же вот насчет того где жил я потом еще расскажу я стал готовить гамлета потому что этому прослушивание к этому прослушиванию хотя не собирался на режиссурная понимал что я уже старый на актерский факультет поступать а подделывать паспорт мне не хотелось а можно было 32 года я я не мог но я просто знаю случай 32 года поступать на актерский но думаю ко мне это было вообще немножко мучительно что я уже был сказать актером я думаю опять садиться за парту я думаю надо сделать такой зигзаг поступить и пробиться в труппу театр вот что надо сделать я прихожу на актерское на актерское прослушивание смотрел меня никита прозоровский ведущий актер театра антаганки с которым еще с очень дружим у меня посмотрю говорит но игорь вы все-таки очень взрослый может вам попробовать на режиссуру я попробую сказал и обреченно и ушел то есть я иду на режиссуру или петрович любимых собирает нас на удивление пришло давать а вы разочарованно оттуда ушли но потому ну как вам сказать все таки я была в состоянии знаете в 32 года это не 17 лет у меня было столько отказов что я был готов к этому выдела что я понимал что у меня на процентов может быть 10 поступить на режиссуру потому что потому что ну потому что я я не собирался быть режиссер это был как бы некий шанс попасть в театр на таганке а поскольку у меня была задумка гамлета и она была у меня уже несколько лет даже что там расписано прописаны даже эскизы я привез такой сюрреалистическом я задумывался спектакль я все это с собой привез когда или петрович любимов нас я помню пришло 50 человек я был изумлен потому что ну как 50 человек то очень мало а потом не стали говорить а ты не думай таганку не все понимают в москве и не всем близок этот стиль поэтому мало я подумал ну раз так то значит конкуренция будет не такая большая набирали всего трех человек из пятидесят в данном случае из пятидесят один на семна это же не две тысячи все таки из пятидесяти это очень мало внутри но все таки но группа 5-7 человек я не буду много рассказали третьим все подождите а через сколько было а через сколько было прослушивание на режиссерский вот актерского от актерского да там было какое-то я не это я не помню я помню что когда мы встретились время петровича мир петрович сказал то чего я на что я надеялся потому что я понимал если меня будут начинать спрашивать теории но я запутаюсь что у меня была такая каша в голове он сказал возьмите кого хотите вот вот перед вами сидят там сидел 30 человек уже те кто прошли третий тур на актерский то есть это было прошло время уже три тура прошло возьмите кого хотите и покажите какой-нибудь отрывок и вот тут я понял это шанс потому что именно на это я и рассчитывал я показал отрывок у меня были проблемы большие потому что были проблемы с теми с какого я выбрал и и все все понимали гамлетом мне пришлось самому играть на прослушка там было да там было но у меня было и поскольку я еще куклами занимался масочным театром там были к там куклы было алтер-эго гамбита я еще я сочи я еще сочинял такой спектакль я были бы люди и куклы потому что почему потому что все персонажи пьесы гамлет это куклы это марионетки клавдии кроме гамлету гамлету приходится прикидываться сумасшедшим чтобы не стать марионеткой клавдии а все остальные его марионетки не все пляж под его дудку на этом у меня была построена я выходил у меня была такая перчаточная кукля кукла король так король этот король у меня висел на кинжале такой же сметал я еще тогда не знал что я придумал такую же метафору который потом уже через много лет я понял что вот вот это и есть система грановского кстати что это значит это значит что жизнь любого короля висит на волоске это и гамлет старший это и клавдии это и сам гамлет который являлся наследуем принцип вообще когда ты живешь в дворцовом сказать во дворце да в этой челяди там жизнь каждого висит на волоске я придумал такой и так я читал монолог быть или не быть когда я все это сыграл это была сцена с фили с полония или петрович как вы дошли до жизни такой а вы откуда я с украины у вас акцент у меня был голод понятное дело но поскольку поступал не на актерская на режиссуру значит они имела значение горит я вас пропускаю третьем дальше начались экзамены но потом был добор нас нас было семь человек нас было все таки не три было повеселее а потом уже были актерска режиссерс когда он сказал вам эту фразу что почувствовал как нельзя объяснить это нельзя объяснить потому что есть вещи в жизни они мистичны потом уже думал да видимо путь мой семьдесят восьмого года когда я впервые увидел спектакли таганки до 90 начались этот путь шума таганку это не значит что мне все потом легко удалось не дальше было очень тяжело первая победа была в ставрополе ставрополе это вторая победа думал да это была вторая победа ну мальчик тоже не аж могли не взять на вторая победа все-таки на чик а третья победа да это поступление 90 год это был вот такой год кроме того это была перестройка это начались можно было купить библию можно было купить солженицына можно было то есть бунина каянные дни можно было бродского купить я помню тот маленький первый вот этот карманный сборничать который назывался назидание купил 50 штук и всем знакомым раздавал как я был сейчас а остальные ребята такого значит я был один из старших там двое еще было им было по 33 мне было 32 остальным было от 19 до 25 юрий петрович 90 году был уже взрослый человек но ему было 73 года он уже пережил и эмиграцию вынуждены пережил он войну пережил он он щуку закончил до войны был ученик анны орочка ученицы актрисы ведущий актрисы вахтанговского тя ученица вахтангова он получил вахтанговское наследие с как из старых рук а я из 3 потому что учение вахтангов совершенно гениально так называемый фантастический реализм когда чувства должны быть настоящие а форма может быть совершенно условный грим пластика декорации костюмы а чувства должны быть настоящие а это было очно образование за очень очно что меня сильно измочил и сколько там 55 лет это было очень мучительно для меня почему потому что я когда уже все прошло все было очень негладко я не жалуюсь я просто рассказываю как как это все происходило оно все равно но юрий петрович набрал нас и уехал потому что у него за рубежом были контракты он обязан был контракты расписаны на пять лет вперед поэтому его он он и наездами он приезжал уезжал приезжал и еще и первые первый год был очень тяжелым потому что жить не было негде потому что так сказать в комнате у друга брата нельзя было жить он мне только на лето и отдал вот общежитие не давали и я я начала на вокзалах на чердаках как бывало такое 10 утра нужно было быть в щуке и в 10 вечера мы уходим я не было времени что-то заработать потому что я понимал я могу сейчас открылась огромное количество театров студии в подвалах где уже брали и без московской прописки без диплома что москве было очень строго всегда московская прописка и московский или ленинградский диплом театральный но в тот момент девяностом году меня уже брали брали в две театральные студии и давали зарплату я физически не мог туда попасть потому что с десяти до десяти я обязан был бы пищу и более того мы учили щуки потом переезжали в театр на таганке там мы занимаемся педагоги наши были актеры театр на таганке прекрасно а как с видой мы питались щуки мы питались в буфете театр на таганке за день как бесплатно стипендию 40 рублей нет тому времени уже уже были другие уже были другие там нули по 89 часов 90 но уже были другие рубли но так сказать сложно было и мой запас в какой-то момент иссяк и в это время я втором курсе я вдруг то есть первый год был такой что мне захотелось идти почему моя задача была проникнуть труппу театра на таганке а это не получивший или петрович уехал я мог это решить только с ним чтобы он массовку меня взял на какие-то эпизоды не с кем было разговаривать что вы себе говорили чтобы я себе говорил что это ужасно все что в 37 лет я получу только диплом и не факт что я там останусь потому что я знал случай когда набирали для театров набрали все поэтому у меня первый год началась ну не депрессия но такое как бы нет не понимание перспективы меня учили актерского мастерства в 32 года страшно сопротивлялся при том что никто мне не желал зла но была такая ну как бы программа режиссеров полтора года учить актерского мастерства и это правильно но одно дело когда тебе 18-20 другое дело 32 я сопротивлялся страшно я начались конфликты с педагога и концу года гениальный мой мастер айсан михалыч вилькин прекрасный режиссер актер и педагог который сейчас руководит театральным центром вишневый сад очень мудрый человек который очень хорошо ко мне относился относится мне сказал игорь но ты уже играл в подпольном театре ну иди назад подпольный театр ну ты же уже поступил ну смирись смири свою гордыню и что случилось поскольку математик все-таки по первой профессии мне нужно мне нужна формула чтобы вот самому себе объяснить вот что мне сделать чтобы вот вот это в себе слова не сломать а как бы с одну я не мог сломать и не мог согнуть я придумал для себя формулы потом мне асан михал сказал о это из буддизма хотя буддизма все без ним я придумал формулу через подчинение к свободе я решил подчиниться я решил сыграть роль послушного ученика и на втором курсе там но там стало начались очень интересные такие занятия наблюдения наблюдения за людьми наблюдения за животными можно было но это вы ярмольника знаете вон он на этом сделал себе целую таскать известность актер ярмольник кстати актер театр антаган как он показывал показать можно предмет и вот тут я я ходил на базар я ходил на вокзал я ходил по метро меня здесь висел блокнотик и я все за все наблюдал и записывал мне это очень интересно было я приходил на занятие показывал 20 наблюдений после чего меня вообще отпускать я уходил и педагоги скальну на канал наконец наконец-то пихович начал что-то но мы как бы примирились помирились и этот год был уже как бы легче но я жил в ожидании любимого в ожидании году ожидание любимого когда же он все-таки приедет и я ему покажу все-таки как актер хотя он меня видел в роли гамлета ну понятно что я не претендую на эту роль но он видел мои способности чтобы он меня все-таки в труппу взял тогда у меня будет зарплата приезжает юрий петрович он приезжает декабре девяносто первого года и я ему показываю 20-минутный фрагмент где я пою где я читаю бялика сказания погроме где я читаю бродского где я показываю дебук на иврите я надеюсь знаете что это такое дебук знакомый дебук это классическая еврейская пьеса на иврите которую вахтанга вставил в театре студии габима ныне национальный театр израиля знаменитый спектакль который габима спасла потому что габима уехал отсюда и спаслась сама и спасла от репрессии потому что вы знаете что произошло с газетом с михолосом все это знаете все это было уничтожено а габима спасла и спасла спектакль они играли этот спектакль еще 40 лет и я бы показал фрагмент из дебука на иврите на русском языке а потом еще спел еврейскую это было некая вот это были тема и поиски что такое еврей когда ему это показал это был 3 как там вы там считаете да что это был четвертый поворот после чего мне сказал я беру тебя в труппу но это еще он сказал и уехал а что его зацепило он меня с ханукой поздравил ты был декабрь а он себе любимого народа люб как мы уже дали это что за слово такое любил евреи или петрович на тот момент был гражданин израиля мир петрович русский человек но когда его изгнали то есть вы историю изгнания но значит где восемьдесят четвертом году юрий петрович уезжает в англию ставит спектакль и дает там очень жесткое интервью по поводу советских властей как они ему не дают работать они к тому времени закрыли его два генеральных главных спектакля высотском спектакль и борис годунов где власти андропов там ему доложили лишь какие-то намеки на на власть но было закрыто и он в английской газете дал большое интервью что что они меня гнобят они ну сказал правду после чего его вызывают посольство от вас отзывают все уже он говорит а я еще не поставил спектакль у меня контракт прерываем контракт уезжайте он сказал я не после чего его депортировать его сложно или петрович физически очень сильный человек 97 лет мог так сжать тебе руку он из ярославских крестьян это был человек который никогда никого не боялся не властей не никого он сказал я не уеду после чего его лишает гражданство в театре на таганке срочно собирают партсобрание исключает его из партии вот и он остается в англии пишут о нем грязные статьи в прессе как это часто бывает он остается в англии он остается в англии у меня на тот момент хоть маленький ребенок человек без гражданства англии не дает мгра англии вообще никому не давала и не давала и не дают и не дают да это закрытая страна я думаю что она не про юрий петрович такой человек что он как мне кажется никогда ничего не просил он он мог добиться он мог требовать но наверное я не думаю что мог 3 дайте мне граждан нет конечно или петрович был очень гордый человек требовал он не просил да серьезно требовал но не просил потому что чек всегда говорил правду а тот момент израильтяне пригласили его или он уже поставил что-то в габиме габима поставил два спектакля закат бабеля и какую-то израильскую пьесу по-моему к тому времени уже что-то поставил его пригод и власти израиля предложили ему гражданство и он его принял не не документально не как-то по крови нет нет просто его как 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 изгнанника как политического изгнания вот но дело даже не в этом я думаю что я туда просто вложил столько души а кроме того это было впервые таких закончим эту историю низких в вашем выступлении 20-минутном ему понравился еврей я не знаю что понравилось наверно ему понравилось ну что-то понравилось я не знаю это трудно сказать просто увидел я ему показал кто ей он сказал я вас принимаю уехал и прошло еще много времени пока меня действительно приняли то есть вы не пошли на следующий день после этого в отдел кадров нет не пошел потому что я ждал что меня вызовут что-то дадут какую-то работу ничего этого не произошло нет произошло это гораздо позже это произошло в девяносто втором году через год когда или петрович стал ставить музыкальную притчу доктор живага на музыку альфреда шнитке и туда пришли все поющие актеры на на прослушивание приехал альфред гарриевич шнитке всех прослушал и опять спел еврейскую молитву что на тот момент эта молитва была эта молитва маше молитва а на праздник шалу а можете наклеить нескольких молитва я искал по всей москве и мне нужно было когда тот момент сочинял спектакль я уже знал чем какой должен быть финал когда ты знаешь какой будет финал принципе спектакль уже может произойти и я нашел у одного пожилого дядечки на пластинке эту молитву я ее записал пришел в синагогу там был такой уж как же я ему включил говорит включайте вот магнитофон включая то есть к нему приходили евреи говори расшифруйте включайте это молитва на праздник шаву тут же берет сидур находит мне и он мне по моему продиктали кто-то мне продиктовал на транскрипцию потому что на иврите я только-только начинал сам учиться читать что буквы я знал на и бишь я уже умел читать на иврите не не очень и кто-то мне это расшифровал потому что там же есть ашкеназское произношение сефанское произношение говорят шаббат она на ашкеназском было шабой ударение было на предпоследний слог 100 лет назад сейчас ударение на последний слог ойс заменили на ад этот это все а потом узнал а исполнение в канторской академии кстати потом когда уже учился ашкеназское произношение поэтому все свои молитвы я пою на наш кеназском но при при желании могу петь конечно и на сефанского вот так я ее в изубрил выучил я понял вот это будет финал на спектакль просто это очень эмоционально верно поэтому ягодич меня выслушал они мне дали роль миши гордона это музыкальная притча и в финале это я там участвовал во всех хоровых там был придуман такой греческий хор когда мы в черных балахонах пели стихи пастернака на музыку шнитке мы там плясали был физически очень тяжелый спектакль мы плясали в шинелях настоящих особенно весной летом это было конечно потрясающе вот там был такой страшный танец лопатами лопаты как штыки этими лопатами мы закапывали трупы шли на зрителя это лопата было было бы был вот такой предмет метафора лопата это метафора революции лопата это и инструмент строительства до нового общества и лопата это и инструмент гробовщика что мы мы хороним старое общество и строим новое общество это придумал андрей фон шлип по такой замечательный художник сценограф который сири петрович и проработал много лет мы с ним дружим до сих пор вот и финале альфред гарич вместе с юрием петровичем предложили такой ход доктора живаго играл валерий сергеевич золотухин почему потому что у сергеевича был замечательный голос он прекрасно пел если нужен был поющий актер и и сергеевич прекрасно с этой ролью справился финале перед смертью доктора живаго альфред гарич или петрович придумали русско-еврейский дуэт я пел молитву а я сергеевич пел девяносто первый псалон на церковнославянском языке и это потрясающе сливалось такой русско-еврейский двое и это было символично поскольку пастернак с одной стороны был еврей с другой стороны был крещён он был православный то есть это соединение двух культур и это было очень красиво это было красивое место в спектакле вот это была моя вторая роль а первая роль а вот с первой ролью чем расскажу не дождавшись вот когда у меня спрашивали пошли ли вы в отдел кадров там не дождавшись никакой роли но поверили я и не поверив обещанию я не или поверив не поверив а просто изголодавшись по сцене я вдруг вдруг я слышу доходят слухи что спектакль добрый человек из изуана это знаменитый спектакль юрия петровича с которого начиналась знаменитый атаганта в 64 году пьеса брехта там заболел ведущий актер чем не просто попал в больницу на два месяца раз отложили спектакль два отложили спектакль три отложили спектакль а это очень был популярный спектакль на него зрители покупали попал полный зал покупали все билеты и и директор стал искать замену к одному актеру подошел внутри же вроде играл цирюльника кто-то отмахнулся ко второму подошел кто-то отмахнулся когда я это услышал а спектакль я знал и мне очень хорошая физическая память как его знака бы со стороны я понимал это смогу сыграть я прихожу к директору и говорю дайте яма и сделал за 6 петиций два прогона и директор царства небесная борис алексеевич глаголин увидев меня а мы с ним не были знакомы не спрашивая кто я что я вынимает пьесу из стола дает потом выяснилось оказывается он спрашивал по и сергеевич и про меня он говорит ну вот 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 тут парень он он может он а у меня к тому времени был сорван голос всеми этими хоровыми пениями потому что голос у меня был не поставлен это потом него поставили в кантерской академии а если ей сказал но он у него голос урона не сможет и друг я прихожу я приехал пришел вот такой а вы дайте мне эту роль ему придешь голоса нет он восстановится потому что я чувствовал что голос у меня сорван чисто вот психологически понимаете он вот дадут роль и голос восстановится я оказался прав он тут же набирает звонит анатолий сапочек васильеву ведущему актеру который знал этот спектакль наизусть говорит приходи надо вести актера хоть анатолий сапочек а дальше начинается жуткий тренаж потому что там там очень сложный пластический рисунок я помню оставался ночевать в театре я все время повторял этот рисунок а что такое классический рисунок но я я только мог это поздравить ну и так далее все это под музыку-то довольно быстро это ролик до сих пор моя первая любимая а как вы сочетали вот эту работу это же был я так понимаю девяносто первый девяносто третий год это был девяносто третий уже 93 вы учились я учился да но это уже было я попросила 4 попросить ничего не халява ничего не халява у нас началась режиссура серьезная но я рассчитал 6 дней и отпрашивался я же не целый день репетировал по-моему я отпрашивался а поскольку меня уже я уже тогда подружился с быковы на хорошем счету педагогов я сказал меня вводят на роль искали прекрасно потому что этот курс был для театра на таганке прекрасно но это было все довольно сложно в какой-то момент я подумал я не осилю кажется я перед переоценил свои способности наверное надо отказаться а потом я взял свою всю волю в кулак сказал он что ты трусишь ты же сам вызвался что же сейчас скиксуешь так нельзя ну и все потом было два прогона тоже было не про не просто было очень непросто было все потому что это уже я там репетировал один а потом уже пришли актеры ведущий актер театра таганки а тут какой-то студент пусть и не молодой но студент никому не известно психологически тяжело мне нет им было психологически тяжело они не понимали кто пришел какой-то студент были притирки мнение было психологически тяжело потому что я уже как бы я уже шел к финалу поэтому что я а на что вы жили на стипендию на стипендию вот а с этого момента когда я попал в труппу то я уже репетировал я уже получил деньги с 1 января 93 года я уже был зачислен про раза мне платили разовые за репетиции и к тому времени я уже был сказать актер театра таганки вот уже к тому времени поэтому роль я одолел аплодисменты сорвал и это был уже как вы там считаете шестой до после чего ко мне подошел семенович фарада пожал мне руку наговорил много приятных вещей потому что оними никто меня не знал труппе кроме двух-трех человек и сказал ну не буду боишься она сказала это слишком уж почему я скажу другое он сказал я хочу что вы были моим дублером мастер и магазин и он мне подарил три свои роли он играл при роли в мастере маргарите он сказал я хочу чтобы вы были моим дублером я стала дублер мастер дальше уже то есть тот план, который я себе наметил в 90-м году, он осуществился. Я попал в труппу театра. И дальше уже было легче мне, потому что я уже был актером, я уже играл. Легче физически или психологически? Психологически. Что физически? Физически в Москве было тяжело, поскольку большие расстояния. Для меня провинциалы и маленькие расстояния, эти огромные расстояния, они были физически поначалу очень тяжелые. Я помню это время, начало 90-х. Я буквально два слова. Слушайте, в страшном сне я не то, что не хочу, я никогда в жизни не повторил. К нам приезжал например, в гости парень наш, он вместе с нами учился. Мы брали белый хлеб, намазывали майонез, и, собственно говоря, это были бы трубровые. Значит, да, было такое. А было так, что в 90-м году с ноября 90-го года по апрель 91-го года в магазинах ничего не было. Мы заходили в столовую в институте, в котором мы учились, ходили в преподавательскую столовую яичко варили половиночку, сосиска и горошки. Это где? В Месси. В Месси, да. И для нас это был, в общем-то, ну, то есть... Царский обед. Это был царский обед. Без супа, только вот... Буфет театра Антаганки был неплохой. Буфет Щукинского театрального училища был неплохой. А вокруг купить было нечего. Не было вот этих киосков, где можно было сейчас шаурму купить или еще. Вообще ничего не было. Я помню, рыскал по Москве в поисках какой-то столовой, находил и бог знает где. Поесть было негде. В магазине было купить... Это были сложные времена, вот как раз 90-90. Я их прекрасно помню. Вот. Но дело в том, что... Да. И для меня сейчас, до сих пор, я покупаю сосиски из Ильона. Вот здесь, на Бронном магазине. Банку зеленого горошка разогреваю. И для меня это... Но мы с вами люди, как бы, не обремененные, так сказать, у нас, я думаю... Ключим весом? Ну, я думаю, что у нас с вами, как это, скромные потребности. Вот и все. А ведь театр на Таганке в 90-е годы это был, пожалуй, самый популярный театр в Москве. Это потому что Любимов или потому что высокий? Я думаю, что раньше. Началось 164-го года и сразу начался бум, так сказать, это была так называемая оттепель. Когда разрешили говорить правду. Потом за эту правду стали очень быстро бить по головам. Но Юрий Петрович успел в эту узкую щель влезть и сделать этот спектакль. И они пришли... Вот это был театр, там была своя труппа, и как бы приняли. Но дальше каждый год Юрия Петровича увольняли за его... за правду, которую он говорил со сцены. Потому что это был взрыв. Почему? Здесь это связано с трагической историей такого режиссера Всеволода Мирхольда, которого убили. Убили чекисты в тюрьме по личному приказу Сталина. Убили зверски его жену. До этого закрыли его театр, театр имени Мирхольда. А это был такой, я бы сказал, режиссер революции. Это был очень такой революционно настроенный человек. Но его убили, потому что убивали тогда и лояльных, и нелояльных. Мирхольд был создатель такой очень интересной системы. Называется она биомеханика. Это связано с пластикой. Это связано, кстати, система Грановского тоже связана с пластикой, с жестом, когда тело должно уметь разговаривать. Не только душа, но и тело. У него был свой театр очень интересный. Ну, это театр, театр Таирова, еврейский театр, которым руководил Грановский, а потом Михойлс. Театр Вахтангова, театр МХАТ-2. Это были театры, которые занимались мхат-2. Чеховы или Горького? МХАТ-2 это был совсем другой театр. На тот момент был один МХАТ. И ни Чехова, ни Горького. Это был МХАТ, которым руководил Станиславский Немирович Данченко. Но появился МХАТ-2. Это были ученики Станиславского. Где был Михаил Чехов, племянник Антона Павыча, гениальный актер и режиссер. Потом такой актер Берсенев и актриса Гиацинтова. Они создали театр, где много внимания уделялось пластике. Это театр был закрыт. Все театры были в разное время закрыты и разгромлены. Михаил был убит по личному приказу Сталина. Но что касается Мейрхольда, его система и вообще его имя было запрещено начиная с 40 года. Это было табу. Многих людей, которые были с ним связаны и арестовали и тоже убили. И вот проходит 24 года и вдруг появляется театр, где все те, которые знали Мейрхольда, знали его театр, увидели это же возрождение театра Мейрхольда и это возрождение театра того еще театра Вахтангова. Потому что Вахтангов тоже занимался много пластикой. Понимаете, это была революция, не революция, а это было как бы возврат к этим очень интересным театральным вещам. И тогда осталась бегаться вся Москва оттуда, потому что это было интересно. потому что во Мхате актеры ходили, сидели, лежали и говорили. Там с работой тела ничего не было. Это был такой натуралистический театр. Ну вот как в жизни. Вот мы с вами сидим и разговариваем. Мы же в жизни ничего не садим. Но театр это условное, это другая реальность. Здесь должно быть задействовано все. Руки, ноги, голова, все тело. А Юрий Петрович еще и акробатом был. Он был физически очень спортом занимался, акробатикой занимался. И вот он стал воспитывать актеров по своему образу и подобию. Набирал пластичных, музыкальных, интересных, которые могли на голове стоять. Вот такие и вот появляется такой театр. Смесь акробатики, цирка, но и при этом еще они очень живые. Высоцкий, Золотухин, Шаповалов, Смехов, Демидова, Славина, Полицемака. Фантастический актер. Фантастический. И на протяжении, вплоть до отъезда Юрия Петровича, то есть 20 лет, этот театр был главным вообще в Советском Союзе. И он стал давать почки. Появился театр на Красной Пресне, которым стал руководить бывший актер Таганки Вячеслав Списицев. В Челябинске появился такой театр Манекен. Появился, ну это уже 80-е, театр на Юго-Западе, где очень много уделяли внимания именно пластике, понимаете, которых бегали на Таганку. И фактически это были как бы побегами, побегами от этого ствола. Вот. Поэтому 90-е годы, ну конечно и 90-е годы, вся история Таганки интересна. Вот эти два года или год оставшийся, когда вас взяли на первый спектакль, вы доучились? Конечно. А это год вы еще учились? Два. Два после этого. И играли спектакль только там? Уже, да, конечно. А кроме этого спектакля еще были? Ну вот «Добрый человек из Сежуана». Потом я попал в «Доктор Живаго». Потом Юрий Петрович меня пригласил в спектакль «Борис Годунов», который вообще является моим любимым спектаклем. «Мастер и Маргарита», где я стал дублером Семен Летчев Рады, где я играл три роли, а сейчас я играю пять ролей. А вообще в «Мастер и Маргарите» я десять ролей сыграл. Потому что я умею очень быстро заменить друг там, заболевший, заболел актер, я могу его заменить вообще без репетиции. Если я хорошо знаю весь спектакль, я могу это сделать. Понимаете, появились другие спектакли. Вот вы получили диплом. Как-то ваша жизнь изменилась? Я уже был актер в «Циаде Фонтаганке». Вам вынили зарплату? С дипломом? Да, вот вы принесли диплом. Нет, 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 минутку. Я получил два диплома. Режиссерский и актерский. Два красных диплома. Когда кафедра режиссура и актерского мастерства Щукинского училища узнала, что Пихович играет там, 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 а еще и Пихович поставил спектакль, который приняли в репертуар театра Антаганки, это был тоже 93-й год, это был такой для меня очень значимый год. Летом я делаю этот спектакль. Вот этот спектакль. Вопрос, что такое еврей? Я звучит три языка, русский, идиш и еврей. Спектакль сразу получает две премии на фестивале памяти Высоцкого. Потом я начинаю его там возить по разным фестивалям. Я его играл много лет. Ну, в спектакле я его играл там три года, но неважно. Этот спектакль тоже был, ну, событием. Его там Александр Соколянский, такой замечательный журналист, писал, что это событие для культурной жизни Москвы. потому что это, как мне объяснили, это был первый игровой спектакль еще и по поэзии Бродского. Потому что были Сергей Юрьский, мой любимый актер, который читал Бродского со сцены, Михаил Михайлович Казаков, который читал со сцены, Рафаэль Александрович Клейнер, бывший тоже актер театра «Натаганки», который читает Бродского. А это был игровой спектакль. То есть там я уже включил свое тело, свою пластику. Понимаете? А поскольку, ну, я об этом не знал, мне по-моему, мне об этом сказали там кто-то из журналистов мне об этом сказал. Вот. И уже зная об этом, кафедра на четвертом курсе, когда актерам выдавали дипломы, актерам учатся 4 года, режиссеры 5 лет, они сказали Пиховичу мы выдадим одну корочку уже, когда он закончит режиссур. У меня есть там корочка, где напишут, что я закончил режиссерский факультет и актерский факультет. И она красная, эта корочка. Ваша жизнь изменилась финансово? 37 лет. Финансовая жизнь изменилась? А диплома нет. Нет? Нет. Потому что я уже стал актером театра «Натаганки», а не режиссером. А где вы жили? Уже к тому времени мне дали обсюжитие. Театр мне дал обсюжитие. Это рядом? Это рядом. Сначала мне щука дала обсюжитие, я там жил, потом уже театр мне дал обсюжитие. А сколько человек были в комнате? Со мной в комнате была моя жена. А потом появился... Мы не заметили, когда она появилась? Она появилась, мы еще жили... Поменяли 13 квартир в городе Москве. Вот. А потом у нас и сын там появился. Прожили мы в общежитии 11 лет. С какого в какой год? С 93-го по 2004-й. Мы прожили там. А потом театр там квартир. А в кино вы снимались? Какой у вас с кинематографом? Какие взаимодействия? Хорошие. Хорошие. Я играл очень интересные роли. У Юрия Грымова есть замечательный фильм Каза Скукотского по роману Людмилы Кулицкой. Я там играл роль священника. Роль небольшая, но очень интересная, сложная. Я люблю, когда у героев есть внутренний конфликт. И конфликт с кем-то, это понятно, что есть конфликт. Как Александр Михайлович Вилькин учил нас, как сыграть конфликт. Очень просто. Это конфликт. Показываю. Гораздо сложнее и интереснее играть внутренний конфликт. Этому меня научила роль Гамлета. Потому что Гамлет все время находится во внутреннем конфликте. Даже не в конфликте с Гамлетом, с Клавдием, который убил его отца. Потому что если бы он был с ним в конфликте, он бы убил сразу, на следующий день, как только после встречи с призраком. А он что-то тянет, ноет. Потому что Шекспир, взяв старый сюжет, выводит совершенно нового героя, гуманиста, который не торопится мстить, а который пытается понять, что произошло, как Бог мог это допустить. А может быть, Бога вообще нет. Он как бы выводит совсем другой сюжет. Я это называю вертикальный сюжет, библейский сюжет, сюжет о Каине и Авеле, который там сквозит. И даже Клавдий в молитве своей себя обзывает Каином. Понимаете? То есть это гораздо интереснее, чем просто играть сюжет, так сказать, горизонтальный сюжет. Но он выписан, что его играть? Я возвращаюсь. Я возвращаюсь к... Я собрал священника. Казус Кукурского? Да, это сериал. Это сериал телевизионно известный. Я помню его. Он на скуку. Да, в шестой серии, в самом начале вы меня можете увидеть. А как вы познакомились со своей женой? И где? Я написал пьесу. Это был 92-й год. Я написал пьесу, хотел ее опубликовать, но у меня не было печатной машинки. Я мог бы сам напечатать, но она была в рукописном варианте. И мне мой однокурсник сказал, у меня есть тетя, она профессиональная машинистка, она работала на Масфильме, перепечатывала знаменитый сценарий фильма «Баллада солдати», «Белое солнце пустыни». Я ахнул. Он мне дал адрес, я прихожу, мне открывает, ну как вам сказать, Фаина Георгиевна Раневская, вот такое вот большое, смешное, в огромных очках, говорящая басом, одесситка, с одесским юмором. Она на меня посмотрела, но она была предупреждена предупреждена. И она сказала, «На, накорми гостя!» И ушла. Я захожу и вижу такое существо, которое сидит на стуле в огромных очках. когда я вошел в комнату, она сделала так. Потом она мне объяснила, в чем дело. Заходит совершенно сумасшедший человек, волосы дыбом, а у меня тогда было, я сейчас постригся, у меня огромная такая прическа была, она тогда была чернявая, глаза сумасшедшие, волосы дыбом, какой-то черт, перепугалась. Дальше она пошла, значит, идет на кухню, смотрит на меня, так и говорит, «Яичница вас устроит?» Я говорю, «Да, я обожаю яичницу». Она ушла, потом тут же вернулась, «Вам одно яйцо или два?» Я говорю, «Три». Возникла пауза, она похлопала глазами, ничего не сказала, повернулась и ушла. Потом она мне призналась. «Поначалу я перепугалась до смерти, а когда ты сказал ни одно, ни два яйцо, а три, я подумал, какой нахал». Ну вот мы 30 лет вместе живем. А как вы ее оттуда достали? Откуда? Ну, от Раневской как отбили? Почему отбили? Ничего не отбивал? Она приехала в гости к звали ее Тамара Давыдовна Злочевская, царство небесное. Она, можно сказать, наш ангел-хранитель. Тамара Давыдовна как достали. Там и получилось так, что она приехала в гости. У нее были там свои дела по Москве. Приехала она из города Тбилиси. и мы сели с Тамарой Давыдовной работать. Я стал диктовать пьесу. Она стала печатать. Минут через 20-30 она вдруг как-то так... Нет, минут через 20, наверное, мы напечатали где-то 5 или 6 листов, и она вдруг так глянула на меня наинтересованно и говорит... Ну, не буду говорить, что она говорила. Не нужно. В общем, комплимент сказала. И дальше она стала втягиваться в пьесу. Она стала втягиваться в пьесу, а потом уже... Это мне уже Нана рассказывала. Дня через... Дня через 2 когда Нана пошла на свое свидание со своим молодым человеком, она схватила его за руку. Куда ты идешь? Куда ты идешь? Ты посмотри, какой парень! Куда ты идешь? Вот посмотри, какой парень! А у Наны совсем другие дела. Какой там парень, какой-то студент. Она уже была кандидат филологических наук, а тут студент какой-то. К тому же актерского факультета это для Наны вообще было неприемлемо. Актеры, понимаешь, богемы это, да? щелкнуло это на нашем споре об Антоне Павловиче Чехове, поскольку я к тому времени играл песок Чехова, я уже отрывки показывал кафедре Юрию Петровичу, и мы заспорили о на вершином сайте. Спорили мы до хрипоты, до трех часов ночи. Потом, значит, там получилось так, что я на второй день заболел. Тут какие-то мистические вещи произошли, у меня температура сорок вдруг. Летом первого сентября, не холодно все, температура сорок, то есть вот как-то Господь меня там задержал. Я свалился там, у них, они за мной ухаживали, у меня через три, наверное, я оклемался, мы стали опять продолжали эту пьесу. Потом произошла другая мистическая вещь, унаны отменили самолет в Тбилиси. И она задержалась еще на неделю. Вот, она была не одна, она с папой приехала. Папа там настоящий грузин, прекрасный тамада, замечательный человек, мы с ним очень подружили, ну и вообще это семья моя вторая семья, можно сказать. Вот, и мы до хрипоты спорили две ночи. В какой-то момент она сказала, так, вообще-то интересно, что ты расскажешь, давайте я запишу, я своим студентам это в Тбилиси покажу, она преподавала. Я записал, я говорил о чеховских паузах, о том, что паузы имеют большое значение. я говорил о двойном обмане так называемом, когда герои Чехова говорят одно, думают другое, делают третье, вот почему их так трудно ставить. В Островском, например, герои, что думают, то и говорят. У Чехова не так, и это очень, это сложнейшая пьеса, недаром Чехов является родоначальником театра абсурда, и недаром Чехов первый драматург мира, его ставят больше, Шекспир. Почему? Он вскрывает, но он был врач, он вскрывает такие глубинные вещи, что просто. Вот, вот, это как бы было началом такой, ну, дружбы, что ли, когда она вдруг поняла, что, оказывается, у актёров тоже есть мозги, оказывается, они, у режиссёров там, они оказываются что-то понимают в литературе, потому что это извечный спор, там, режиссёра-филолога, филолог читает только текст, а мы вскрываем под текст, второй план, внутренний монолог, то, что спрятано за текстом. Как говорил Даренко, текст, контекст и подтекст. Да, пожалуйста, но у нас понятия контекста нет. У нас есть, вот, что имеется в виду, парень с девушкой стоит, стоят у окна и он говорит, какой, какой льётся дождь, а в это время он объясняется им любви, понимаете? Это такие достаточно сложные задачи для актёра вообще. Продолжим о кино? Давайте про Грановского поговорим. Про Грановского. Давайте про кино. Про кино, про кино, ну вот, вот эта роль была для меня очень, потому что там был такой священник, который в книге довольно плоский, а Грымов вместе с, просто попросил Улицкую немножко, не немножко, а углубить этот образ и там выписывается священник, а священник это люди, которые, ну, знают, как жить, правда? Они тебе всё, как бы, рассказывают, они всё, для них всё. И вдруг выясняется, что этого священника дома не в порядке, что у него дочь развелась с мужем, что у него сын бросил университет, то есть он в своём собственном доме не может навести порядок. Вот интересно такое играть. Ну, пожалуй. Можно сыграть. Я вам скажу. А как сыграть вот человека, у которого дома... Он там говорит, он говорит об этом. А если не говорить? А если не говорить, надо держать здесь, тогда ты понимаешь, что у человека какая-то внутренняя боль в душе. Понимаете? Это надо быть, как в мозжечке, как говорит Александр Михайлович Вилькин. Тогда это видно через глаза, через интонацию. Это на самом деле очень непростая профессия. Очень непростая. Это люди спиваются на этой профессии. А театр Грановского, когда он... С театром Грановского было так. Значит, когда я поступил в Щукинское училище, я сразу стал интересоваться историей постановки Дибук Вахтанговым в театре Габима на Иврите. Как ему удалось поставить спектакль на Иврите? Оказывается, Вахтангов был гений. Сохранили сегодня дневники. Он мог проникнуть в любую культуру. В любую. Он к концу он репетировал долго, он был нездоровый человек, бедный он и умер совсем молодым. Но он где-то через три месяца уже иврит понимал. Он стал учить иврит, он стал читать Талмуд. Потому что Дибук это мистическая история такая еврейская Рома и Джульетта. Что такое Дибук? Дибук на иврите означает прилепление. Это легенда, это такие мидраши есть у евреев о том, что когда человек умирает и у этого человека много грехов или у его родителей были незамоленные грехи, неотмоленные грехи, он не может попасть ни в рай, ни в рай, ни в ад. И его душа мечется здесь, между небом и землей. И она может вселиться в живого человека. И вот тогда этот человек начинает говорить и двигаться как тот умерший человек. И окружающие называют это Дибук. Дибук это вселение души умершего в душу живого. А душа вселяется в плохого? Не в плохого, а в кого он хочет. Значит, эта история была такая. Значит, был такой бедный юноша Ханан, он был хасид, очень религиозный, который занимался кабалой. И он любил девушку из богатой семьи, понимал, что Лею, и она его любила. И он понимал, что ее никогда за него замуж не выдадут. Это время где-то конец 19 века. Все очень строго, понимаете, ортодоксально, все, так сказать. И он путем каббалистических заклинаний расстроил помолвку первую с ней. А потом, когда начинается вторая, это у нее помолвка, он пытается разрушить, ничего не получается, и он умирает. он произносит непроизносимое имя Бога. То, что еврею произносить нельзя. Да? И он умирает прямо в синагоге. Лея выходит замуж, ставят хупу, именно в этот момент она вдруг, вдруг с ней что-то происходит, и она начинает говорить и двигаться, как умерший Ханан, которого похоронили вчера. И все понимают, все кричат, это Дебук. Приходит в садик, начинает разговаривать с душой умершего Ханана. Ханан говорит, я не могу выйти, не могу из него выйти. Тогда он вызывает родителей Леи и Ханана и начинает выяснять, что в чем дело, где кто совершил грех, из-за которого душа не может улететь в небо. И выясняется, что когда родители отцы Леи и Ханана были молодыми, они дружили, и еще будучи неженатыми, они поклялись в какой-то момент, что если у одного родится мальчик, у другого девочка, они их поженят. То есть отец Леи нарушил этот обет. Вот почему душа Ханана метущаяся. И он произносит, значит, он, во-первых, там, какой-то хэром, что ли, наложил он на отца Леи, я не помню, но что как-то он его прочихвостил. А в душе Ханана Дебук, он сказал, надо уходить. И он заклинаниями стал его изгонять. И он его изгнал. И в это время Лея умерла. Наверное, нечасто ходил папа в синагогу в Йом-Кипур, иначе бы он очистил себя от этого греха тоже. Я не знаю. Или он забыл про него? Он мог забыть про это, он очистился, а про это забыл. Вот как легко дал, так и забыл. А это же обет, это же его нельзя нарушить. Он его нарушил. И вот эту вещь автор Анский Рапопорт на русском языке приносит Станиславскому. А Станиславский увлекался символическими пьесами, мистическими пьесами. Он ставил Ипсона, Гауптмана, Леонида Андреева. Вот. Станиславскому очень понравилась эта вещь. Он даже придумал там отдельный персонаж, вестника, рассказывает, что это за вещь. Но потом он сказал, нет, вы знаете, нет, вот у меня есть молодой педагог Вахтангов, вот может у него есть, вот может быть он. Вот. Значит, Анский перевел это на идиш, и когда он дал, пригласил Вахтангова, Вахтангов, ознакомившись с пьесой, сказал, эта пьеса должна звучать на языке Библии, то есть на иврите. И тогда Анский пришел к Хайму Нахману Бялику, классику ивритской и дышистской литературы. Бялик перевел на иврит. И потом Вахтангов стал заниматься. И Вахтангов такой пластический спектакль поставил, что русские люди, приходя на этот спектакль, все понимали. Понимаете? Нет видеозаписи, нельзя понять, как он это сделал. Есть много фотографий. И вот я стал этим интересоваться. И меня познакомили с уникальным человеком, одним из лучших, наверное, лучшим знатоком Идышицкого театра Михоэлса, Грановского и еврейского театра Габима. Владислав Васильевич Иванов, которого я считаю для себя главным путеводителем по еврейской театральной истории. Потому что ни о Габиме, ни о Гассете нигде нельзя было прочесть. Это все было табу. Это все было закрыто, запрещено. Понимаете? Вот. И вот когда я с ним познакомился, вот он-то мне и дал аудиозапись Дебука. Оказывается, есть аудиозапись. И я ее выучил и показал Юрию Любимову, придумав свою пластику. И все это было очень долго, долго, долго. Все это накопление этого материала. А потом мне не хватало все-таки ядра. Какого-то очень мощного ядра, библейского ядра, танохического ядра, который бы звучал в спектакле. Пока я не прочел, Бродский еще был, еще не, мало издавался у нас. Пока я не прочел поэм Бродского, Исаака Авраам. Об Акидад Ицхаку. Совершенно страшно, потрясающую поэму. Я ее выучил, я ее прочел сначала на экзамене по речи. Акидад Ицхак это жертвоприношений как в тот момент, его отец ведет на заклане хотел его убить, и ангел отвел руку. Это очень страшная история. И я взял оттуда большой, ну не всю пи-поему, очень большая. Я взял большой фрагмент, и он оказался сердцевиной моего спектакля. И спектакль я назвал по строчке Бродского. Там есть пора, я готов начать. Неважно с чего, открыть рот. Я могу молчать, но лучше мне говорить. Я подумал, какая еврейская фраза. Уж к евреям это точно относится. Но лучше мне говорить. А до этого у меня спектакль, я хотел его назвать «Чува». Покаяние, раскаяние. Но я подумал... Возвращение. Возвращение, обретение собственного голоса. Это целая история. Но подумал, все-таки «Чува». Ну, «Чува». Кто знает, что такое «Чува»? Слишком претенциозно. Если уж ты хочешь сделать «Чуву», иди в синагогу, а не иди в театр. Правильно? Я решил все-таки немножко. А когда я сделал этот спектакль, случайно на этот спектакль попадает дочь Михоэлса, Нина Соломоновна. Которая в тот момент уже стала приезжать из Израиля. Она преподавала в Израильской театральной школе, театральном институте Бейт-Сви. Вот. Она училась и у своего отца, а потом училась у Юрия Завадского. Она режиссер и педагог. Царство Небесное. Ее уже нет. Она попала на мой спектакль. Привела ее Мария Ефимовна Котлярова, с которой уже тогда дружил, ученица Соломона Михоэлса, которая знала все спектакли Госсета наизусть и пластически, и слова, и все наидыш. Просто кладезь. Мария Ефимовна это кладезь. Она работала и с Шерлингом, она работала и с Ливенбуком, она ставила речь, она занималась пластикой, она, то есть до конца своей дни она занималась именно еврейским театром. Она привела ее на мой спектакль. И на Соломонову посмотрела, сказала мне много хороших слов, сказала, да, это похоже на то, чем занимался мой отец. И она меня вдохновила. А я как слепой котенок, я для того, чтобы стать все-таки, ну, как сказать, еврейским актером у тебя должен быть еврейский педагог. Для того, чтобы стать еврейским режиссером у тебя должен быть еврейский режиссер, потому что это, это как бы ты имея, ты должен иметь дело совсем с другим материалом, в первую очередь с Танахом. Я сделал спектакль. Потом, когда я поступил в Еврейскую гуманитарную академию, это произошло, был 97-й, у меня расширился еврейский круг. И я попал в Сефер, это центр иудайки, центра еврейской книги, которую руководит Мочалова. Я попал, меня стали приглашать в Джоинт, в Сахнут, в Гилель. А как у вас изменения эти произошли? Какие? То есть, вы стали еврейским актером и еврейским режиссером? Или и... Конечно, я сижу на двух стульях, безусловно. Я сижу на двух стульях, на русском и на еврейском. Это естественно. В моем спектакле звучало три языка. Русский, идыш и иврит. Тем самым, я позиционирую себя, как я еврей, безусловно, но я нахожусь в русской культуре. Я, так сказать, русские люди должны вообще понимать, что происходит. Я же не могу им... потому что поэтому я задаю, молитва, она и есть молитва. Ее не надо переводить. Понимаете, да? То есть, там были вкрапления дебука, там звучали песни на идыш. Это как бы вещи, которые я могу пластически объяснить. То есть, там, где нельзя объяснить, нельзя перевести, надо включать пластику. Это то, чем занимался Вахтангел. Здесь меня больше ваша душа интересует. Как вы это ощутили? Этим занимался... А это благодаря тура колледжа. Когда я стал погружаться в Танах и в Талмуд, у меня там в мозгах вообще все перевернулось. Я стал смотреть на пьесы с точки зрения Танаха. Я вдруг стал там видеть библейские сюжеты. Я это стал видеть у Чехова, чего ничего не видеть, я стал это видеть у Шекспира. Понимаете? А Чехов знал об этом? О чем? О том, что там есть библейские сюжеты. Он это вплетал или так получил? Я вам объясню. Чехов был крещеный и мальчиков маленьких этих крещеных они знали наизусть Библию. И Ветхий Завет, и Новый Завет, они их наизусть знали. У них было слово... Им преподавали Слово Божье в школе. Получается, что он в какой-то степени тоже был символистом Чехов? Безусловно, он был символист. Он первый русский символист, нужно сказать, но и Шекспир знал прекрасно Библию, и Ветхий Завет, и Новый Завет. Они не знали Талмуды, да, но они знали сюжеты, они знали еврейские сюжеты. Это же еврейские сюжеты, все. Понимаете? Ну, их называют библейским. Не важно, как их называют, это же история евреев. Сейчас вам объясню. Вы не боялись вот уплыть в это русло и оторваться от советского театра? Да, у меня это все нещает. Это сейчас. А тогда у вас не было мысли, что меня занесет куда-то, ну вот, отнесет, например, на берег Красного моря или Средиземного, вот, и ментально, психологически, может быть, материально, и все, и все забудется. Значит, я вам сейчас объясню. Значит, когда я стал учиться в Еврейской Академии параллельно в Канторской Академии, и у меня, в общем-то, успехи там были, и все, меня там, меня очень быстро заметили уже тот круг людей, которых я для себя открыл. Я имею в виду Равинов. И в первую, я помню, в первый же год, когда я поступил в Еврейскую Академию, меня вычислил такой Илья Уэссас, я думаю, вы знаете. Да, в Фейсбуке. Знаменитого Равина. Это Илья Уэссас меня вычислил по глазам. Значит, это, значит, там я хочу, извините, вы не ответили. Я вам сейчас объясню. Он подошел ко мне, это было небольшое собрание, он там что-то говорил, я, а я сидел, я не люблю сидеть на первом, я сидел на заднем ряду, и просто смотрел на него, но, видимо, я так смотрел, что он подошел ко мне и сказал, не хотите ли вы поехать в Израиль в школу Равинах? Значит, это уже происходит на ментальном уровне, друзья, на подсознательном уровне, уже рыбак рыбака видит издалека. Извините, пока мы не отъехали далеко, автодорожный понятно, театральный понятно, актерский, ну, зачем вам еще-то образовать? Как, зачем, это мне надо было понять, кто я. А вы не поняли, да? Нет, конечно. Для этого надо было мне восстановить то, от чего меня оторвали в советские времена. Я должен был вернуться к себе, я должен был сделать шулу для себя. Если у меня дед был абсолютно религиозный, как это произошло? Акация, я вам сейчас скажу, откуда это, акация, прадед отца был раввин, вот откуда это все идет. Значит, это все, акация, генетическая память во мне прет. Вот откуда это идет, это идет от рождения. В 16 лет я впервые услышал еврейскую молитву, это было на кладбище, мама привезла меня в Балту и привела на кладбище бабушки и дедушки. И там был старичок, мама ему заплатила, он спел еврейскую. Я услышал впервые эти звуки, это было ни на что не похоже, ни на какой жене, это же не идыш, я впервые услышал еврей. я был совершенно потрясен. Это мне было 16 лет, но только в 39 я стал этому учиться, потому что этому же нельзя было учить ни в Горловке, ни в Донецке, ни в Москве. Это открылось где-то в начале 90-х годов. Но только закончив щуку, я мог этому учиться, потому что я понял, надо туда идти, надо заполнить тот пробел, который у меня, как у еврея, у меня дыра. Ну что театральный? Театральный – это театральный, это совсем другое. Был момент, я вам говорю, когда он говорит, не хотите поехать в школу Равина, я задумался. Мы с ним подружились, мы с ним общались. А потом мне было два предложения из Германии работать кантором профессионально. Я опять задумался и долго думал. И я понял, что вот театр – это уже моя жизнь, я не смогу. Не смогу. Понимаете? Это надо отсечь всё. Потому что есть Равина, какой-то театром ты не можешь заниматься. Кантор, ну, другая жизнь. Это же я понимал. Поэтому я подумал, ему придётся сидеть на двух стульях. Придётся. Ведь канторам, например, разрешают давать концерт. Это произошло, знаете, когда в 20-х, 30-х годах стали канторов записывать на пластинки. Почему? Потому что возникла опасность, что это может, что это искусство может пропасть. А нельзя было не записываться ни в какие концерты, ни дай бог. Это стало разрешать. Я, когда поступил в Канторскую академию, сразу стал ездить, помню, сразу стали посылать общины России, Украины, Белоруссии, Германии. Я объездил очень много общин, я проводил шабаты, проводил праздники, и я до конца на Ибиш и на Ибиш. И я как бы наработал себе репертуар, можно так сказать. А в 2005 году в Киеве произошла знаменательная вещь. Я поставил Пуримшпиль на Ибиш. Есть такой замечательный Береговский, был такой замечательный фольклорист Береговский, о нем сейчас вот вышел прекрасный фильм документальный Елена Якович. Вот буквально месяц назад показывали по центральному телевидению. Прекрасный фильм, который собрал сотни, а может даже тысячи еврейских песен и сумел их записать на вот эти вот на валике. На валике. И это все потом расшифровали. Значит, в 2005 году я ставлю Пуримшпиль на Ибиш. Сам играю там две роли Мардыхая канцлера. Что еще может быть счастливее для человека, который ну мечтал быть еврейским, актером, но не получилось у него быть еврейским актером. Поэтому я русско-еврейский актер, можно так сказать. А что это у вас за документы? А что сейчас происходит? Это копия, ксерокопия Черновика, пьеса «Строитель» Соломона Михайлса, написанная им в 1919 в 1919 году. Вот видите здесь почерк. Это его почерк? Это его почерк. Можно? Да, конечно. Такой красивый почерк у него был. Это он Перрон писал, видимо. Конечно, Перрон. Наверняка. Это происходит в следующий счастливый случай, когда уже был создан театр Грановского. Поначалу это была лаборатория на малой сцене театра на Таганке. Я поставил два спектакля «Моцарт и Солери» и «Король Лир». Значит, где я уже вовсю использовал систему Грановского, в которой, как мне кажется, я надеюсь, я разобрался к тому времени, а началось все с лабораторий при еврейских организациях. Гилель, Джоинт, Цефер, Сахнут. У меня были лаборатории. Мы брали тексты Танаха, мы брали сюжеты из Танаха, тот же Акидат Ицхак, или Исход евреев из Египта, или еще что-то. И я пытался без слов, только жестами изобразить Магилат Эстер. Магилат Эстер, изобразить, что же произошло. Ну, вот, исход евреев из Египта, да, от шува, обретение собственного голоса, да, свободно человек имеет голос, а раб голоса не имеет, правильно? И когда раб обретает голос, это как бы синоним того, что он обретает свободу. Что мы придумали? Идет вереница людей, у них рты заклеены скотчем, они себе идут, останавливаются, выходит человек с ножом, начинает им этот скотч, как бы эти немые рты разрезать, им больно, у них, как бы, условно говоря, течет кровь, они кричат, но это обретение голоса, через боль. Как Моисей выводил евреев из Египта, вы знаете, когда он ушел на гору Синай, а люди построили золотого тельца, и когда он вернулся, разбил скрижаль и стал вопить к Богу, что же мне делать с этими людьми, что Бог сказал, вы помните? Я их уничтожу. Сказал, и придется убить. Как убить, так убить, 3000 человек, я их возьму все в рай. И это будет лучше, чем если они останутся и как язычники будут смущать народ. Это очень страшная история обретения свободы. Лучше пусть будет фараон. Они же кричали ему вначале, зачем нам твоя пустыня? Мы голодаем, мы болеем, веди нас назад. Да, мы были рабами, но зато у нас была крыша над головой и похлебка. То же самое происходит в любом обществе, в любой стране, когда какие-то люди хотят свободу, а какие-то люди не хотят, им страшно. Почему? Потому что это большая ответственность. я несу ответственность за свои поступки. раб, я не несу ответственность за свои Мы люди маленькие, он виноват, он во всем, вот фараон во всем виноват, а мы люди маленькие, нас это не касается. Это очень страшная история выйти из Египта. И вот мы или, например, значит, кто этот человек, который разрезает им ножом? Не мой рот. Это Моисей. Всё, никаких слов нет, но зато мы нашли жест, метафору. Ножом разрезать не мой рот. Другое, тоже исход. Огромный аквариум. В этом аквариуме люди в тесноте пытаются как-то там ползать. Это аквариум. Он, так сказать, имеет четыре стенки сверху, не вылезешь из него. И, наконец, один человек пробивает этот аквариум головой. Люди выходят наружу. Кто этот человек, который пробил аквариум головой? Это Моисей. Без слов мы вам сыграли исход его нефизии. Вот это называется жесть метафора. Что такое жесть метафора? Если представить роль как айсберг, айсберг, мы видим только маленькую часть, 5%, остальные 95% спрятаны под водой. Значит, вот то, что мы видим, это текст. А то, что спрятано под водой, это подтекст, второй план, внутренний монолог, то, что спрятано за текстом. Так вот, если мы найдем жест, иллюстрирующий вот эту верхушку, это жест иллюстрации. Ну, например, в короле Лире есть знаменитая фраза, когда он спрашивает Корделию, ты можешь сказать, как ты меня сильно любишь? Она говорит, ничего. Говорит, ничего не могу сказать, ничего. Говорит, ничего, ничего. И тогда он произносит знаменитую фразу, из ничего и выйдет ничего и лишает ее наследства. И такой жест. Из ничего и выйдет ничего. Это жест иллюстрации. Здесь ничего, кроме ничего, и нет. А есть другой жест. Если мы найдем жест, который иллюстрирует то, что спрятано под водой, это будет жест метафора. То есть тот жест, который скрывает суть. Ну, например, сейчас из Бродского. 26 лет непрерывной тряски, рытья по карманам, судейской таски, учение строит закону глазки, изображать немого. Вот такой жест. 26 лет непрерывной тряски, рытья по карманам, судейской таски, учение строит закону глазки, И изображать? Это что за жест? В арабской же, да, когда воры друг другу выкалывают глаза. Зашить рот тоже. Абсолютно верно. Но какой текст я произношу? Учение строить закон угласки. Что это значит? Учение строить закон угласки. Ну, значит, учение правдивее, чем закон. Что такое строить закон угласки? Что за метафора такая? Что заигрывать? Конечно. Заигрывать. Прогибаться. Под законом. Ведь Бродский это написал в 67-м году. Он к тому времени полтора года пробыл в ссылке. Его обвинили в тунеядстве. Понимаешь ли? И его не печатали. У него не было работы. И за ним всё время следило КГБ. Всё время. Прямо совершенно откровенно. Он про это и пишет. Я должен учению... А он был очень смелый человек. И непреклонный человек. Учение строить закон угласки. И при этом я делаю вот это воровское жест. Моргало выколет. Понятно, что это же не иллюстрация. Это же учение закону строя угласки. Вот. Это иллюстрация. А вот это моргало... Кто кому моргало выколет? Кто? В данном случае? Ну, закон, конечно. Закон. То есть, как ни строй закон угласки, он тебе моргало выколет. Значит, это уже жест. Это нечто большее. Это уже жест метафора. Изображать немого. И я зашиваю себе рот. А в каком случае зэки зашивали себе рот? Ну, в знак протеста. В знак протеста. Когда с администрацией хотели... В знак протеста. Изображать не могут. Я просто зашиваю себе рот. Это же жест метафора. Это уже нечто большее. Да? Согласны? Расскажите, какие спектакли сейчас? Какие у вас планы? Я хочу про это... Нет, давайте к этому вернемся. Потому что я хочу все-таки дорассказать эту историю. Потому что она тоже мистическая. Несколько лет назад случайно я знакомлюсь с Василием Альбертовичем Щедриным. Профессором еврейской истории и культуры из Канады. Выпускником Московского историко-архивного института. Который живет в Канаде. Я живу в Москве. Присылает мне вот этот текст. И говорит, вот есть пьеса Михоэлса «Строитель». Я поначалу не понял, о чем идет речь. Потому что я хорошо знаю творчество Михоэлса. Но про строителя я знал, что никакого текста нет. Он пропал, этот текст. Вдруг выясняется, что этот текст существует. Я говорю, где вы могли найти этот текст? Он говорит, в 1993 году, когда я проходил практику в Ахрушинском музее, я разбирал архив Госсета, еврейского театра, который был не, ну, как бы не, как это сказать, они его там цифруют, они его там идентифицируют, что-то как-то называют. Он был не разобран. Я нашел его в мешке. Здесь нет имени. Ни Михоэлс, ни Шлома вовсе. Он говорит, я сверил это с другими документами еврейского театра и понял, что это его почерк. Это та самая пьеса, которая считалась пропавшей. Это его первая роль. Значит, это как бы и их дипломный спектакль. Это был 1919 год, еще в Петрограде. Грановский набрал театральную студию для создания профессионального еврейского театра на Идыш. И там было семь спектаклей, студийных работ, фактически семь дипломных спектаклей. Один из них был «Строитель», который написал Михоэлс, ставил Грановский. Здесь есть пометки. Вот я вам могу показать. Это пометки Грановского. Это номера, музыкальные номера. Но я это понял гораздо позже, когда я сумел найти партитуру к этой пьесе, которая была написана, сочинена Арнольдом Маргуляном, таким музыкантом. Вот написано «Строитель». Арнольд Маргулян довольно известный человек. Он впоследствии был создатель Свердловского театра оперы и балета и многолетний руководитель. И вот здесь номера. Вот номер один. По этим номерам я определил, где звучали музыкальные куски. От этой пьесы, от этого спектакля осталось всего две фотографии. Значит, вот это. Это здесь Соломон Михоэлс в роли духа былого и Наум Кирсанов в роли строителя. А это сам Алексей Грановский, который тоже играл в этом спектакле, но не определили, кого он играл. То ли строителя, то ли роль духа грядущего. Значит, это символистская пьеса, очень непростая. То есть моё ликование заменилось растерянностью. Я не сразу понял, а как же её ставить? Потому что это символистская пьеса в духе Гауптмана, в духе Леонида Андреева. И она очень маленькая. Здесь всего 10 листочков. Я был, правда, растерян. Но я понял, что в мои руки попала бесценная история, может быть, вся моя жизнь. Святой Граждан. Может быть, всё было ради этого. Всё было ради этого. В итоге вы эту пьесу поставили? Я её поставил. И где? Я её поставил. Это театр Грановского. В театре Грановского, но на сцене театра Эрмитаж. Потому что театр Грановского имеет маленькое помещение. Там мы не могли развернуться. Я это поставил в 19-м году. Был проведён большой 4-часовой вечер, посвящённый 100-летию еврейского театра, где выступали дети и внуки актёров. Вот это. И потом был показан этот спектакль. А сейчас мы его возобновили. Вот 21 февраля мы его опять играли. Это дедушка вам? Ваш дедушка прислал? Да, это мой дедушка мне прислал. Да, правильно. И ещё здесь могу сказать, это Дебора. Это первая еврейская пророчица. Вы давно знаете. Текст Деборы тоже у нас звучит на еврейском языке. Я позволил, я подумал, но надо как-то всё-таки объяснить, что речь идёт о строительстве Вавилонской башни, которая никогда не была построена. И там такой строитель-фанатик, который, невзирая на жертвы, строит и строит. И понятно, что Михоилс написал пророческую пьесу. Это был 19-й страшный год. Петроград. Значит, голодный, холодный, страшный. Идёт гражданская война. И Михоилс написал пьесу о том, что сейчас строится как бы новый мир, но он никогда не будет построен. И он напророчил и страшную, трагическую историю общества, и своё собственное. Можно, Вашу ладонь? Вот если бы вам на ладонь положили таблетку бессмертию, что бы с ней сделали? Я бы подумал. Я бы подумал. Не знаю, что бы я сделал. Если бы мне ещё дали там таблетку молодости, чтобы я жил, будучи молодым, это ещё ничего. Но человек стареет, в 200 лет он может превратиться в страшное, в страшное, так сказать, существо. Нет, наверное, мне не нужна таблетка бессмертия. Человек должен прожить, человек должен продолжаться в своих детях.